Торжественные линейки прошли во всех учебных заведениях Саратовской области. В поселке Белоярске на Убуравском районе буквально в течение недели завершится реконструкция школы, денежные средства для которой предоставил местный бизнесмен. Ремонт идет на условиях государственно-частного партнерства. С Днем Знаний учеников школы поздравил губернатор Саратовской области. Спасибо за подаренные книги. И обещаю научиться читать и обязательно ее прочесть. Обещание научиться читать первоклассники поселка Белоярске дают лично губернатору Саратовской области. В День Знаний глава региона посетил торжественную линейку и пообщался с учениками. В школе поселка воспитанников немало, больше ста человек. Здесь учатся жители Белоярского и дети из ближайших сел. Я перехожу во второй класс, я умею читать, считать, писать. А что любишь больше всего? Проматематику? Математику. Я люблю считать, решать интересные задачки, измерять. К новому учебному году здесь приурочили завершение ремонтных работ. Кровлю в школе полностью заменили. С реконструкцией помог местный бизнесмен. Он спонсировал работы на условиях государственно-частного партнерства. Такой подход, говорит Валерий Радаев, важен, поскольку только совместными усилиями можно развивать села. В сегодняшнее время задача не просто сохранить село, задача более широкая, задача развивать село. И это не просто, потому что мы перед собой поставили амбициозные цели. Самообеспеченность территорий, то есть самообеспеченность Саратовской области. И экономика на селе должна быть совершенно другой. Поэтому все начинается отсюда, все начинается со школы. О том, что необходимо помнить свои корни, губернатор рассказывает старшеклассникам поселка. Говорит, понимает, что большинство выпускников стремится после завершения учебы переехать в город. Но без сельского хозяйства мегаполисы существовать не могут. Без сильного сельского хозяйства нам будет непросто. Нам будет непросто. Вот это тоже залог. А сельское хозяйство – это не только кто сеет и пашет, но и кто лечит, кто учит, кто там в культуре работает. Ремонт в Белоярской школе – отличный пример того, как можно сделать вклад в развитие села и в подготовку будущих кадров. Бизнесмен уже предложил продолжать сотрудничество. В ближайшее время на условиях государственно-частного партнерства будет финансировать ремонт в местном дворце культуры. Елена Петрова, Александр Бачков, РЕН-ТВ, Саратов.